всем привет я надеюсь меня будет слышно от волн от ветра в принципе и люди галдят новость такой сегодня прочитала что в далмации на нескольких местах ну далмация конечно большая но там возле дубровника и какие то я сейчас не помню точно эти места или городки небольшие так вот обозначали обозначили что купаться не запрещено но опасно почему потому что появились медузы медузы не появляются очень часто и прямо регулярно и нет их прямо нашествие как ну вот например словении в прошлом году было весной но если они появляются то их действительно много значит в далмации появилась какая какой-то вид который достаточно не то что агрессивен но его яд опасен и в люди ну не то что массовно но неоднократно жаловались об ожогах там ну как минимум человек восемь а то и больше значит последствия какие ожог печет болит и если вы например сразу что-то не предпримите у некоторых остаются но видны и следы и даже вот приходится как-то это потом лечить я когда позапрошенная году с одним человеком работала по апартаментам у него приехали гости именно переехали срочно из далмации потому что тоже на какой-то территории где они отдыхали вдруг появилось очень много медуз они не могли свободно плавать купаться у нас вот наша территория кварнера особенно не не замечали вообще никогда медуз все-таки немного другой климат отличается природа и максимум что можно найти там в глубине где заплываешь и если ты с катера с корабля прыгаешь плаваешь то тогда да где-то далеко от берега можешь какую-то найти принципе медузы не подплывают сами близко к берегу но когда вот волны когда буря когда ветер их может выносить ну выстрее например тоже вот бывало бывало нашествие прошлом году было три даже вида но они быстро потом куда-то делись уплыли что можно предпринять когда вас испечет во первых не расчесывать место где вас она ну испекла так сказать ужалила не касаться других мест значит если у вас на руке не трогать лицо и так далее нужно полить если есть конечно возможность там ресторан какой-то кафе рядом попросить уксус и полить уксусом то есть кислой такой средой водой и не поливать свежей водой значит не пресной значит не соленый можно приложить горячий камень горячий камень кстати 10 действителен для других я рассказывала обитателей моря это вот как волоски такие длинные зеленые власуля и красные как сосочки присоски на камнях тоже вот если одно из них любой из них ужалит хорошо предложить камень горячий ну градусов 40 ну короче согревшийся на солнце хорошо но чтобы не опечься естественно вы прикладываете и на теплом ну как бы на температуре отрава этот яд он как бы разлагается то есть не действует очень агрессивно и успокаивает действие и что же еще вот есть какой вариант в принципе да вот такие вот основные вещи и в любом случае когда вы возле камней тоже обращать внимание потому что всякая бяка и со всякой жирности на именно возле камней и собирается ну для взрослых может это не будет такой какой-то страшной трагедии бедой а дети может и и очень болеть и могут испугаться потом естественно испортить испортите отпуск если ребенок будет бояться заходить в воду море и так далее но это вот такие вот вести новости а еще у нас дельфины появились очень много дельфинов также возле полу возле далмации подплывают был близко прям к людям такие как типа есть стаями до проплывают а есть прям вот одиночки кому так как-то и называют и с людьми они прямо на берегу плавает сразу же предупредили что нельзя к ним близко подплывать ну для их безопасности нельзя кормить стараться не трогать любом случае всегда надо понимать что дельфин это большая рыба в игре она может тоже ну сделать не хотя что-то плохое для человека так что всегда нужно аккуратно заходя в море вы понимаете что вы в такой стихии где не всегда можете всем управлять и чтобы все правах и прошло хорошо и гладко внимание аккуратность и ну как то так контролировать вокруг себя хотя бы ситуации хоть немного